МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сотрудники полиции придут на помощь любому, кто попал в беду. Они готовы рисковать собой не потому, что это их служебная обязанность, а потому, что они считают это своим долгом. Здравствуйте! Это Дзержинского, 102, программа о работе полиции и жизни полицейских. В студии Екатерина Сегеда. И вот главная тема выпуска. Захватывающая погоня в Курском районе. Лихачу без прав уйти не удалось. Участковые против мошенников. Полицейские провели профилактическую акцию в селах. Безопасные каникулы. Стражи порядка учат детей осторожности. Теперь подробнее об этих и других событиях. Традиционно начинаем программу со свежей информации о раскрытых преступлениях за прошедшую неделю. Ведущая рубрики «Оперативка» – сотрудник краевого главка МВД Юлия Удовенко. Юля, тебе слово. Добрый день, Катя. Вот о чем я расскажу сегодня. Сотрудники уголовного розыска задержали группу лиц, похищавших автомобили на Ставрополье. Оперативники установили, что четверо жителей одного из соседних регионов разработали целую преступную схему. При помощи устройства для дистанционного сканирования сигнала ключей и запуска двигателя они похищали припаркованные во дворах автомобили и перегоняли их в так называемые места отстоя. Для беспрепятственного передвижения в соседний субъект они прикрепляли на похищенные машины подложные части номеров на двустороннем скотче. По прибытии в место назначения автомобили разбирали на запчасти и сбывали. Одному из подозреваемых сотрудникам полиции удалось задержать в Ставрополе и еще двоих на территории Курского района. Четвертому участнику группы удалось скрыться, но ненадолго. Оперативники установили его местонахождение. В Ставрополь его доставили из Челябинска. Сейчас установлена причастность подозреваемых к совершению шести хищений автомобилей. Общая сумма причиненного ущерба составила более 8,5 миллионов рублей. По ходатайству следователя судом в отношении мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. В Минераловодском городском округе задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В поселке Ленинском ночью сотрудники госавтоинспекции заметили припаркованный у обочины автомобиль. Как только водитель увидел патрульный экипаж, он стал заметно нервничать и попытался скрыться. Но попытка бегства не увенчалась успехом. Полицейские задержали гражданина и провели досмотр его автомобиля. В салоне было обнаружено и изъято более 120 свертков с белым порошком, а вместе с ними и приспособления для расфасовки. Дальнейшая экспертиза показала, что изъято является наркотическим средством синтетического происхождения. Гражданин сознался, что приобрел наркотики для последующего сбыта путем закладок на территории округа. За покушение на незаконный сбыт в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Не менее остросюжетная история произошла в Курском районе. На маршруте патрулирования сотрудники ДПС остановили иномарку, водитель которой не смог предъявить необходимые документы. За нарушение автоинспекторы составили административный протокол. Однако, невзирая на это, мужчина сел в машину, заблокированную служебным транспортом, завел ее и, переехав через бордюр, скрылся от сотрудников полиции. Автоинспекторы организовали преследование нарушителя, который создавал угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. Полицейские неоднократно предупреждали мужчину о применении табельного оружия. Но, несмотря на выстрелы по колесам, правонарушителю все же удалось скрыться. Правда, через несколько часов сотрудники госавтоинспекции задержали его и доставили в отдел полиции. По зафиксированным нарушениям ПДД в отношении гражданина составлено несколько административных материалов. За неповиновение законным требованиям сотрудника полиции судом ему назначено 10 суток административного ареста. А за другие нарушения мужчина заплатит штраф. Совсем скоро будем подводить итоги конкурса «Народные участковые». Остались считанные часы до его завершения. Если вы еще не сделали свой выбор, заходите на сайт «Крайвого главка» и голосуйте. Тем временем, участие в конкурсе не мешает победителям первого тура выполнять свою основную работу. Так, накануне, в связи с увеличением обманутых телефонами мошенниками людей, они провели профилактическую акцию. Подробности рейда в следующем материале. Осторожно, мошенники! Не дайте себя обмануть! С таким призывом обратились участковые к жителям своих участков. К сожалению, почти ежедневно мы слышим неприятные истории, как преступники обманом выманивают деньги у людей. В основном страдают пенсионеры. Для них мошенники разыгрывают настоящие спектакли. Якобы их сын или дочь попали в аварию или вовсе убили человека. При этом их совсем не интересует, что у собеседника на том конце провода, учитывая возраст, может случиться, например, сердечный приступ. Их главная цель – получить как можно больше денег. У нас проходит операция, называется мошенник. В целях предупреждения, профилактики совершения данных преступлений. Чтобы вас никто не обманул, чтобы вы никому денежку не перечислили на карточку, либо еще куда-то. Что там у вас якобы внук или сын, или кто-то попал куда-то в ДТП, и надо срочно перевести деньги для решения вопросов. Это все звонят мошенники. Участковые в первую очередь разъясняли пожилым людям, как действовать при звонке мошенника. И предупредили, что они могут представиться и полицейским, и сотрудникам пенсионного фонда, социальным работникам, врачам из больницы и так далее. Если звонок покажется подозрительным, не стоит доверять, а лучше перезвонить в указанную службу и уточнить информацию. Они жили раньше, когда были, я вам скажу, в коммунистическое время, тогда люди друг другу заверяли, даже двери не закрывали, понимаете, да. И меньше было, все равно меньше обманывали, да. Я родилась и жила тогда как раз в то время, да. А сейчас, сейчас, даже в другой раз и родному человеку боюсь совет. Я бы дала просто совет. Если не знакомый номер, не отвечайте, как это делаю я. Жители поселков с пониманием отнеслись к такому обходу участковых. Ведь от встречи с мошенниками не застрахован никто, а предупрежден, значит, вооружен. Работаем ежедневно с населением, со многими. Провели беседы, если мы провели с одним человеком в школе, например, с учителем, да. Он приходит домой, рассказывает, соответственно, своим детям, супругу, родителям. Все. То есть, правил без работы с одним человеком, автоматически получается 5-6 человек уже осведомлены, уведомлены, они уже знают, как надо себя вести. Полиция призывает, если вы или ваши близкие пострадали от рук мошенников, сразу сообщите в правоохранительные органы. Ведь чем больше информации у стражи порядка, тем больше шансов скорее найти преступников. Ставропольские школьники скоро пойдут на осенние каникулы. И пока родители на работе, дети будут много времени проводить самостоятельно. К сожалению, часто они забывают о правилах дорожного движения и выбирают небезопасные места для прогулок, например, гаражи или стройки. Полицейские края заинтересованы в том, чтобы детский досуг в период отдыха ничем не омрачался. Они начали профилактические рейды по школам. О мерах безопасности на каникулах в сюжете далее. Для этих первоклассников урок прошел не совсем обычно. Вместо учителя – полицейский, а вместо правил правописания – правила дорожного движения. В Краевом центре стартовала социальная программа «Безопасность – это жизнь». Ее проводят сотрудники госавтоинспекции совместно с представителями отряда юных инспекторов движения. В ней примут участие школы Ставрополя, где полицейские научат основам правил дорожного движения около 4 тысяч учащихся начальных классов. Все эти мероприятия направлены на профилактику и предупреждение детского дорожного травматизма. По итогам 9 месяцев наблюдается незначительное снижение количества ДТП с участием детей на территории города Ставрополя. Но вместе с этим сотрудники госавтоинспекции хотели бы еще раз обратить внимание на использование дорожных элементов. Ведь это уже доказано, что спасают жизни. Не значит, что если у вас такой световозвращающий элемент, можно переходить дорогу, но не глядя. Нет, нужно все равно, ребята, думать о безопасности, не забывать смотреть, чтобы водители вас пропускали. Дети активно участвовали в беседе с гостями и задавали вопросы. И хотя все, что им рассказывали, они уже слышали от родителей и учителей, лекция от человека в погонах наверняка запомнится надолго. Ты будешь соблюдать правила дорожного движения? Да. Зачем это тебе нужно? Чтобы не попасть по товару и не лежать в больнице. Мы теперь больше узнали и будем сильнее наблюдать за дорогой. Школьникам постарше объясняли правила в форме игры. Цель такая – повторить и укрепить знания правил дорожного движения с применением своих знаний. Лучше ошибиться во время игры и исправить, запомнить правила, чем на улицах нашего города. Ребята, которые прошли этот курс обучения, они вокруг себя создают ситуацию безопасности. Они выполняют правила сами и призывают к себе, чтобы рядом идущий участник дорожного движения тоже выполнял правила дорожного движения. Большой опыт проведения уроков безопасности в таком формате показал, что дети усваивают информацию намного быстрее и лучше. После детей ждал просмотр интерактивного фильма, герои которого по-разному вели себя на дороге. А школьники определяли, насколько их действия верны. Дети в восторге, потому что я присутствовала на мероприятиях и я видела их лица. Как они радовались, особенно тому, какие мероприятия, конкурсы, потому что необычные викторины проходили. Стражи порядка учили не только правилам дорожного движения. По статистике, количество преступлений с участием несовершеннолетних и против них увеличивается. В связи с этим школьникам рассказали о возможных опасностях, которые могут их подстерегать в отсутствии родителей. О способах защиты и правилах поведения с незнакомцами. Нельзя красть там, с кем-то ходить в машину, с кем-то гулять без знакомых. Полицейский очень много рассказал. Мама так бы никогда не смогла рассказать. Полиция призывает и родителей к бдительности по отношению к детям. И неважно, свой это ребенок или чужой. Если вы видите, что грозит опасность, не оставайтесь равнодушными и позвоните 02. Сразу несколько подразделений полиции отметили на прошлой неделе 100-летний юбилей. Так в Краевом главке МВД торжественно поздравляли сотрудников уголовного розыска, штаба и кадров. Прозвучало много добрых пожеланий от начальства и почетных гостей. Представители руководства вручили особо отличившимся по службе благодарственные письма и почетные грамоты. В завершении Культурный центр Краевого главка подарил юбилярам несколько музыкальных композиций. Время отвечать на вопросы телезрителей. В нашей постоянной рубрике «Территория права» полицейские юрисконсульты разъясняют нюансы законодательства. Напомню, если вы столкнулись с какой-то проблемой и не знаете, что делать, то отправляйте свои вопросы на электронный адрес. Можно и в видеоформате. Ответы увидите в наших следующих выпусках, а также на официальном сайте МВД Края и на страницах-аккаунтах МВД в социальных сетях. На почту уже поступило несколько вопросов, и сейчас ответим на один из них. Однажды я был в музее, и на моих глазах произошел инцидент. Молодой человек, проходя мимо, уронил статую 18 века мраморную и разбил ее. Мне вот интересно, что ему за это будет, будет ли уколовное наказание, и вообще какое наказание ему следует. В соответствии со статьей Федерального закона о музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации, рассматриваемая статуя 18 века может быть признана культурной ценностью и музейным предметом. Между музеем и посетителем, согласно договора, заключается договор возмездного оказания услуг, который оформляется путем передачи посетителю входного билета. Правила посещения музея доводятся до сведения посетителей путем их размещения в кассах, либо на официальном сайте музея, и являются договором публичной оферты. К общим правилам поведения посетителей в музее, которые связаны с сохранностью экспонатов, можно отнести запрет посетителям заходить за ограждение и на площадки размещения экспонатов, трогать экспонаты руками, прислоняться к ним, совершать иные действия, которые могут повредить экспонаты и оборудование композиции. Посетители музея несут материальную ответственность за порчу экспонатов, оборудование, инвентаря, предметов интерьера, мебели и отделки, сознательно или по неосторожности, и обязаны возместить ущерб, причиненный музею в денежной форме. Учитывая, что рассматриваемая нам местату и относится к культурным ценностям, то за ее уничтожение и повреждение виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 243 Уголовного кодекса Российской Федерации. На сегодня это все. Если вам понадобится помощь полицейских, звоните по номеру 02 с городского телефона, 102 с мобильного и 112 вызов всех экстренных служб. Новые факты из жизни полиции ровно через неделю. В студии была Екатерина Сегеда. Всего доброго. Новые факты из жизни. Новые факты из жизни. Новый фактов из жизни. Новые факты. Продолжение следует...